Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это четвертый выпуск по Майклабу. Сейчас вы увидите то, что я поймал за последнее время. Приятного вам просмотра. Итак, первый мячик на сегодня, это за предзаказ дали премиум агента. Здесь абсолютно, как вы понимаете, любой может выпасть игрок, но вероятность того, что это серебряный, самая высокая, там 80% выше. Поэтому, но будем все равно ради интереса открывать, вдруг что-то да и повезет, ну и в любом случае любой игрок у меня пойдет в прокачку, скорее всего. Ну, серебро, сразу можно скипать. Это у нас Моле, но, кстати, не самый плохой вариант. Посмотрим, кто еще был. Тег Демир и Чанселор. Итак, следующий пак у нас. И беру я защитников, абсолютно любых, я все-таки в надежде на то, что нам выпадет правый защитник, золотой, черной редкости. Вообще, ну, мне лишь бы действительно золотой, чтобы мы полностью избавились от серебра в нашем составе. Ну, золотой, допустим. Атлетика, Мадрид, Версалько, замечательно, вот прям как под заказ. Правый защитник, 80-й, супер, наконец-то, вот он мой. Сейчас мы его еще вкачаем, у меня очень много игроков там справа в защите есть, именно как тренеры. Сейчас прокачаем. Итак, очередной у нас мячик сегодня, и у нас чемпионат Италии. Я решил все-таки, здесь больше есть вероятность того, чтобы поймать Крещен Роналдо. Хоть здесь 105 игроков, я посмотрел в команде недели, там особо таких вариантов интересных, да и нет. Поэтому берем вот этот пак, который мы видели там, что есть Кимик даже. Вот, но Италия. Я надеюсь на Крещен Роналдо, золотой, черный мяч какой-нибудь там. И золотой, ну, что это? Это Аталанта, это Западо, наверное, да. Дуван, Западо, 91-й номер в Аталанте. Не знаю, 84-й рейтинг, честно, не знаю. И он вроде один игрок из этого мячка, да. Ну что же, неплохо. Ну что же, сейчас нам опять дали за предзаказ премиум агента, поэтому сразу же его используем. Там вроде выпадет сейчас абсолютно любой игрок, хоть серебряный, хоть золотой, хоть черный. И вроде как их должно быть три там, но не помню, если честно. Итак, мы отправимся в чемпионат Италии. Конечно, на Роналдо было бы неплохо, но это Наполе. Левоногий футболист, это Политано. Правый вроде как полузащитник там, ППЗ, да, правый нападающий даже. Ну, не знаю на самом деле, хорошо это или плохо. Ну вот, еще и Семенов нам выпал. Итак, мне дали бесплатного футболиста, мячик с одним игроком, и это икона. Максимально это Гиего Марадона, 97-й. Кстати, когда мне выпадал Кэмпбелл, я его преобразовал, потому что мне это неинтересная икона. Есть Фернандо Торрес, но есть и Андрей Аршавин. Я больше от Аршавина бы действительно был бы рад, поэтому погнали. Один игрок, одна икона, но не факт, что эта икона вообще задержится у меня в составе, потому что я его сейчас могу в тренера преобразовать, если он у меня даже не залетит на скамейку запасных. Вот такие вот дела, потому что... Так, ну это правая нога, это... Так, Кройв, если это Йохан Кройв, Батистута. О, так, Батистута центральный нападающий, но у меня там очень много сейчас нападающих. У меня есть Кейн, у меня есть Инзаги, я не знаю даже. Давайте я все-таки Батистуту возьму, Кейна преобразую тогда, потому что, ну, это все-таки икона. Ну что же, снова нам доступны новые мячики, у нас появились звездочки, поэтому у нас есть вот такие замечательные паки, можно сказать. Легенда, как Барселоны, все такое. Здесь Рональдино, Пуйоль, Деко и все остальные идут. Это чисто, я так понял... Ну, абсолютно все какие-то игроки, я думаю, здесь все из Барселоны, либо Испанская Вига. Здесь еще и Анана, там. Но я хотел все-таки открыть команду недели, потому что здесь все-таки есть Кельян Баппе, 95-й. Ну, Ибра есть, если что. Ну, очень интересные все игроки. Я надеюсь, мне вот этот Аугуэло не выпадет. Я буду верить все-таки, ну, 81-м процент на то, что выпадет золотой мячик, поэтому... Ну, черный-черный мячик, поэтому будем верить в это. Я верю, что выпадет сейчас Кельян Баппе. Итак, отправляемся мы в Испанию. Понятно, это Ян Облак, может быть. И, скорее всего, это он и есть. Да, это Ян Облак. Сколько у него там, 91-й? Поэтому позицию, так сказать, вратаря мы надолго прокачали, потому что 93-й даже. Вот, потому что у нас там стоял Нетто. Вот такие дела. Ну, а теперь у нас есть Облак, 93-й. Это один из лучших вратарей в Песе, вроде как. Ну, что же, у нас за наш предзаказ появился мячик премиум-агентов, который нам за Барселону дают. Вот этот Барселон Эдишин. Здесь абсолютно любой может игрок попасться. Там большая вероятность, что вроде как серебряный. Вот, 83-й, 6. А здесь просто нам дают Крещену Роналду. Так что, вот, один всего лишь здесь игрок. Ну, это вообще супер. Так что, кликбейтное название уже точно у нас будет в ролике. Нам выпал Крещену Роналду. Но сначала мы, естественно, откроем обычных игроков. Может быть, и здесь какой-нибудь. Сейчас представляете, два Крещена Роналду выпадет нам. Так, ну мы отправляемся в Италию. Ну, уже, вероятно. Внимание. Ну, это серебряный, вообще неинтересно. Это Куцка из чемпионата Италии. Вот такие вот у нас игроки. Еще и Ташаев выпал. Что же, а сейчас нам выпадает Крещену Роналду. Нам очень нужен был игрок на левого нападающего. У нас был Бруно Энерики там. Но он был как бы золотой. Естественно, я буду стремиться к тому, чтобы у нас все позиции были с черными мячиками. Но вот Крещену Роналду. Нам выпадает. И теперь у нас есть Роналду. Есть Месси в составе. Ну, просто бесплатно нам Канами предоставили это. Вообще супер. Классно. Ну вот еще и Роналду в форме Зенита. Вообще шикарно. Все. Сейчас мы будем перестраивать немножко команду, естественно. Так что, ну, вот этому я рад, что Канами нам предоставили бесплатно на Крещену Роналду. Итак, очередной нам мячик за предзаказ. Я вообще не знаю, с какой периодичностью нам его дают. Может быть, раз в неделю. Но сейчас здесь три футболиста. 83% вероятно на то, что это серебряный игрок. То есть очень маленькая вероятность на то, что отсюда может что-нибудь хорошее да и выпасть. Мы отправимся в Англию. Может быть, все бы золото. Серебро. Ну, понятно. Это у нас Бертранд. И, значит, там вообще такой дерьмище сейчас может выпасть. Миралес, кстати, неплохо. И ГДУ Мгаджуи. Ну, вот такие вот интересные игроки. Ну что же, сейчас мы откроем свои мячики с командой недели. Сейчас мы глянем на нее. Там Бенземан, Тьяго Сильва, Альвара Марата, Парти, Белл. Я вообще не знаю, кого здесь стоило бы нам ожидать. Малиновск тоже интересный бы, почему бы и нет. Ну, вот, скорее всего, нам вот эти вот двое выпадут. Вот. 11 игроков. Вероятность 82 примерно процента. Но то, что это черный мячик. Поэтому поехали. Мы в любом случае будем с вами в плюсе. Это все равно прокачается у нас игрок. Мы его вкачаем в кого-либо. Потому что вряд ли здесь любой из этих игроков залетит ко мне в состав. Испания. Я надеюсь, что это Бензема. Но это золотой от отеля. Естественно, кто бы сомневался, что он мне выпадет. Вот кто? Никто. Я сразу же с самого начала вам и сказал, что он мне и выпадет. Так что, ну, ничего. Будем его вкачивать в Кришчана Роналда. Ну что же, после нашего очередного покопенинга команда теперь выглядит вот так вот. Я решил сейчас отыграть все матчи за Кельяна Мбаппе. Сколько у него там? Четыре матча. И чтобы он просто уже ушел из клуба. Не мельтешил, не мозолил глаза. Но зато поучаствовал вот в этом нападении. Кришчана Роналда, Мбаппе, Леонель Месси. Просто невероятная связка, мне кажется, будет. Ну что же, сейчас мы отправляемся и сыграем один матч. Итак, давайте мы, пожалуй, отыграем все три матча. И тогда мы получим здесь вот особого опытного тренера. Мне кажется, вот это будет нормально. Все-таки и геймплейчика тоже мы нарежем здесь по голам. Мне кажется, только вот прям по максимуму будем резать. Поэтому начинаем игру. И первый наш соперник это Ювентус. И неплохо здесь как разыграли-то, а? Оль Погба делает счет 2-0. Удар Леонеля Месси, бильярдный гол. Отлично. Подача. И что творит Месси, а? Вот это замыкание сейчас было. И Месси! Какой филигранный удар из-за штрафной. Это вроде как хэт-трик даже Леонеля Месси. И все. 5-0. Первый матч мы вообще не заметили. Хэт-трик Леонеля Месси. Итак, следующий матч у нас против Специи. Замечательно. Роналду пробрасывает мяч для себя дальше. И удара после Радуги. Это шикарный гол. И Мбаппе еще забивает. Отлично. И Мбаппе еще и левой ногой забивает. Месси хорошо набирает скорость. И видит Мбаппе, отдает на него все. Это шанс для Мбаппе забить хэт-трик. И он забивает. Заброс пошел на Мбаппе. И не забивает. Но вот здесь надо забивать. Надо забивать. И Толесо забивает. Отлично. Ну и это 6-0. И Мбаппе забивает уже вроде как пятый даже мяч. Видит Месси, отдает на него. И Месси за штрафной, естественно, забивает. Это 8-0. 8-0. Выбиваем мы Специю. Ну что же, финальная игра у нас против Хелос Верона. Здесь уже мы играем на профессионале. Но это последний матч. И это гол. Какой шикарный гол с подкруки от Леонеля Месси. Ну и забивает. Роналду. И мы пропускаем. И какой пушкой сейчас Толесо. Ай воспользовался. Шикарный. И Месси еще будет забивать, естественно. 4-1. Криштиану. И пушка страшная. Это 5-1. И забивает кто? Толесо, серьезно? Мбаппе получает мяч на скорости. Замечательно. И все равно забивает в ближний и нижний угол. Замечательно. И тут еще и Месси. Как же он в шестерку-то попал, а? И это 9-1. Все, финальный свисток. Там Толесо дубль забил. Мбаппе один мяч забил. И еще. Ну вот, получается все. Хотя мяч забрал почему-то Криштиану Роналду, а не Лионель Месси. Странно, конечно. Сейчас мы посмотрим, кто еще и лучший игрок в этом матче. Скорее всего, Роналду, раз он забрал мяч. Да. 8-0 у него оценка. У Месси 10-0. Ой, 8-0 тоже. Но может быть там Роналду голевушку отдал. Итак, Те Вернандес у нас повысился в уровне, я так понимаю. Единственный игрок, да. На целых два уровня причем. И все, мы выиграли переходящий кубок. 4 тысячи очков. Мы за это получаем. Победили все. Серия А, Тим Челлендж. И все, мы возвращаемся в главное меню. И на этом мы с вами сегодняшний выпуск и заканчиваем. Вот такой вот у нас состав. Я не вспомню сейчас, может быть это третий где-то выпуск нашего рубрики по Майклабу. Вот так вот выглядит наша команда. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас уходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok